Очень важно попасть в город, где есть профессионал, где есть режиссер, где есть наставник. Поэтому я сюда приехал, сейчас, если чтобы не ошибиться, ну, наверное, 74-й, 5-й год, наверное. Ну, уточнить можно. Это начало пути. И для любого артиста мы прекрасно знали, что есть два города, в которых проверяются артисты. Если ты комик, то нужно ехать в Одессу. А если ты просто артист в любом жанре, и комик, и вообще артист, то все-таки Ленинград – это центр. И если ты пройдешь в этих городах, значит, тебе открыт весь мир. Вот так говорили нам, поэтому, приезжая в Ленинград, мы волновались, мы очень переживали, как пройдет турне, как пройдут гастроли. Я с Лешей познакомился тогда, и я хочу сказать, что вот с ним-то и началось первое мое творчество уже как режиссера. Я был участник сначала. Мы ставили, по-моему, Шапокляк и Крокодила Гену, и еще и Риша Асмус, знаменитая нафра, ленинградка, наверное, знаете трагическую судьбу этой актрисы. Она из Тюза пришла сюда, и вот мы увлекались этим, клоунадой театра и цирка. Она полюбила цирки и осталась в цирке. А что я мог запомнить, что это всегда присуще талантливым режиссерам, которые не навязывают свои идеи. Он только говорит, он не дрессирует. Я всегда отличаю режиссера-дрессировщик или режиссера-творческого. Если режиссер понимает, что просто дрессировал, и дальше артист как в мундире, как в клетке. А талантливый режиссер всегда начинает понять возможности актера и ставить ему задачу, как в школе. Вот подготовить это надо, надо сыграть это, надо сыграть это. Мне крупно повезло, что был Алексей Сонин, мой первый творческий контакт. И когда мы ставили спектакль, он говорил, в этом эпизоде, в этой сцене нужно сыграть вот это. А как сыграть, он не говорит. И уже просто есть репетиции, когда оставляешь, да, вот это оставили, это не очень хорошо, это затянуто, это не по мысли. Это школа, которая сразу же выходила на манеж, и мы репетируем там, не знаю, две недели перед сказкой, новогодней сказкой. И тут же проверяли себя. И во время работы в манеже, в спектакле еще корректировали, и после каждого спектакля. И если бы анализировать, я думаю, будет искренне и честно сказать, что, наверное, благодаря первому опыту в раннем еще творчестве, я еще, так говорится, как коверный, созревал. Но я уже попал в творческую атмосферу режиссерскую. Поэтому сегодня я могу с уверенностью сказать, что Алексей Сонин, наш выдающийся режиссер, выдающийся мастер, мастер, знаток цирка, знаток клоунады, скромный человек был, к сожалению. И о нем только хорошее, можно сказать, и память о нем в сердцах у большинства, у огромного большинства советских и российских артистов цирка. Он был и одновременно и режиссер, и педагог ненавязчиво. И, в принципе, это было лицо ленинградского цирка. Начиная с Венецианова, он продолжил уже как режиссер, как творческий человек. И опыт, который он давал, давал, это очень много. Для меня это много значило. Мы, говорится, в силу времени, разъездной характер работы, но контакт не терялся. Хоть и редко приезжали, мы тут и юбилей карандаша Михаила Николаевича отмечали. Всегда улыбчивый, всегда замечательный, талантливый. И мы всегда начинаем уже признавать талант после того, когда человек уходит. Мне кажется, что он незаслуженно был уделен вниманием и отношениям с позицией наград. Он скромно работал, а труд его был прекрасен, творческий продукт очень сильным был. И люди уезжали, уже говорится, обогащенные творчеством. И для многих это была стартовая площадка в дальнейшем быть уже не только артистом, но и режиссером. Я считаю, что он в одной шеренге находится с выдающимися режиссерами цирка. Арнольд, Мюнсанов, Мистечкин, Крымко. Я вот, может, не всех назвал, но имена эти знает весь цирковой мир. И Алексей Сонин в этом же ряду находится. Просто я, к сожалению, говорю теперь, что он был. Мне было приятнее сказать, что сейчас он подойдет и с ним обняться. Честно говоря. Я для себя не ощущаю, что его нет уже. Просто кажется, что он еще не подъехал. Поэтому... Ленинград значит Сонин. Санкт-Петербург значит Сонин. И мастер цирка значит Сонин. Спасибо огромное. Ну, вот что спросили, то сказал. И я ничего на рекламу не говорил, я говорил то, что чувствую. Спасибо вам большое. Спасибо. Это понравилось.